МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион, у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня в выпуске. Окулист, лор-хирург и терапевту одной особи у врачу огульной практики размерковали на Могилёшину. В 100 метров меньшим за хвилину Микита Цмэк отримал путёвку на Олимпийские ульнии и установил новый рекорд краины. С каханами не расставайтесь, импильная лирыка и скрыстый гумор от Осиповецкого народного театра надея у репортажа наших корреспондентов. 21-го кроссовика Александр Лукашенко звернулся с традиционным посланием до белорусского народа и национального сходу. У им были окреслены конкретные задачи и шляхи развития краины на 2016 год. Темы, которые были узняты керавникам державы, активно анализуют и обмерковывают в громадстве. Властными меркованиями делятся и могилёвчане, от керавников в разных верах деятельности до простых граждан. Меня как мать, как педагога заинтересовал безопасность нашего государства. Прежде всего, дети наши должны действительно, и мы, взрослые, жить в безопасности. Экономика экономикой, а безопасность страны превыше всего. Культура здоровья и культура быта и семейных отношений, и культура производства, и культура благоустройства и содержания своих домов, городов и сёл. Потому что именно это формирует здоровую среду для жизни человека, помогает сформировать те условия, которые обеспечат его активное долголетие. Без этого просто невозможно. Я считаю, что если молодой специалист работает не хуже опытного, то зарплата, соответственно, ему должна быть достойная. В это время нам необходимо больше внимания обращать науке новым технологиям и инновациям. Считаю, что наша страна не обладает достаточными природными ресурсами, поэтому нам нужно делать упор как в экономике, так и в производстве на новые технологии, на кадры, которые, как известно, решают всё. Если мы будем культурными людьми, то и наша будет безопасность в этом, я так считаю. Почему бы, понимаете, наша Беларусь не развивалась? У нас столько огромных предприятий, столько перспектив работы называется. Только была бы работа. Каждый, кто хочет работать, всегда работу найдёт. Поэтому, а предприятие наша сила. Ещё обратили внимание на то, что учебники, конечно же, должны быть доступны детям. И если это всё получится, как вот задумано, будет очень здорово. И пускай наши дети будут счастливыми. Конкретно прозвучало, что и как медики, так и население само в первую очередь должно формировать своё здоровье. Будет здоровье, будет у нас экономика, будет у нас доход, будет развиваться государство. Всё будет у нас хорошо. Обследование по принципу одного окна у городской больницы Могилёва. Уведение врачов, агульные практики на районах в области, повеличение объёма платных послуг и накерование пациентов у специализованной центры. Усё гэта повинна повысить якость медицинской допомоги на Могилёшине, лечить у Аблвыконками. Как один со способов разгрузить шарги в поликлиниках. У Могилёвской городской больницы организовали обследование по принципу одного окна. Когда пациент приходит в больницу на один-два дни и целиком проверяет, например, сердечную систему, систему страдования, сосуды и так далее. Не надо будет тратить время на длительное стояние в очередях поликлиник. Не надо будет тратить время на хождение постоянное, многократные поездки. Человек приходит к нам сегодня утром по предварительной записи, соответственно, оплачивает в кассе данный вид услуги и в течение рабочего дня, в конце рабочего дня получает полностью весь пакет услуг, который он хотел увидеть. То есть он имеет все данные обследования, которые при обычном положении вещей он мог бы получить за месяц, а то и за два. До речи на платных послугах городская больница лето зарабила каля двух миллиардов рублёв. Из наш начаска грошей укладается в модернизацию лечебной установы. У планах керавництва довести комплектацию больницы до европейского узровням. В этом приёмнике оказывается быстрее помощь. Есть много специалистов разных профилей и невролог, и хирург, и реаниматолог, и травматолог. И они все здесь находятся. До речи Юлия молодые урачи трапила в больницу по размеркованию, а б чым не пожалела. Автальмологи, лорурадшие, психиатры, наркологи, реаниматологи, в некоторых районах Могилёвшины гэтых специалистов чекали, як манный небесный. Наприклад, у Дрыбеня долго не было окулиста. Нам в область распределяно 295 специалистов с высшим медицинским образованием. Много это или мало, судите сами. В 2012 году нам распределялось 158 всего специалистов. По прогнозам, ближайший год-два мы закроем полностью потребность в медицинских кадрах Могилёвской области. На Могилёвшине по раннейшему не хапает терапевтов и педиатров. Всё лето 26 молодых специалистов размирковали у медустановы в области, минавито урачами агульной практики. Гэта терапевты, які змогуть оказывать и паслухи акулиста, лору урача и навод хирурга. Катярына Городницкая, Александр Артемьев, Новиниргіон. Агульно-республиканский суботник стартует 23-я красавика у 9-й ранецы. Головная задача – привести у парадах историко-культурные каштовности и помники войны. И, зрозумела, навокал. У некоторых установах Могилёвшины суботник провели за гадзя, допомогчи подшефному центру реабилітації дятей-инвалиду с поражением центрально-нервовой системы и опорно-рухольного аппарата приехали курсанты Могилёвского института Министерства внутренних справ. Загаджица господарки центру медреабилітації для дятей-инвалиду Валентина Фёдоруна окресливая хлопцям план работы на вучастку. Территорія великая, працы хопить на пару годин. Сложно ли вам работать? Работать, в принципе, это несложно. Это у нас такой долг, как бы, помогать людям. У меня такая деятельность, ну, милицейская, можно так сказать, с детства нравилась. Для чего нужно помогать, расскажи. Ну, создавать, как бы, условия хорошие для того, чтобы дети быстрее поправлялись. Коллектив у нас женский, помочь нам некому. У нас два мужчины, один рабочий, один дворник. И поэтому мы очень благодарны и руководству, институт МВД, и курсантам, за то, что они нам оказывают вот такую вот помощь. Курсанты проехали со своим инвентаром. Працуют шпарка, подсыпают землю до кустов, на клумбы. Зразумело, паза в учебного часу. Институт Министерства внутренних справ больше за пять год шефствуя над центром медреабилітації для дятей-инвалидов с поражением центральной нервовой системы и опорно-рухального аппарату. Напереды дни свята у курсанты проезжают до деток с подарунками и забавляльными программами. Гэта – життёвый опыт. С первых лет они понимают, что необходимо оказывать помощь людям, помощь гражданам, и в том числе и через такую форму работы. 23-го красавяка курсанты будуть шчаровать на территории института. На субботник же хары краины выйдут доброупорадковать территории, мемориалы, працевать на реконструкции помняков культуры. Старт у 9 годин ранецы. Долучайтесь. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко, Новинырегион. Для отрухностей граждан на 6 одинок пополнится шостый маршрут троллейбуса. Выхованец Могилевской городской спортивной школы трымал путевку на Олимпийские гульни и установил новый рекорд краины. Микита Цмых проплыл 100 метров на спине меньше, чем за 54 секунды. Гэта отбылось у комбинированной эстафете на чемпионате краины, что зараз проходит в Бресте. Маилючанин на 37 сотых секунды перевысил квалификационный норматив до Олимпиады и таким чином стал шостым белорусским пловцом, что отримал путевку на Гульни в Бразилию. Интимная лирика, искрыстый гумор и крыки «Браво!» Осиповецкий народный театр «Надея» привез у Могилев свою постановку «С каханами не расставайтесь». Вечерина прошла у межах проекта фестиваль народных талентов Могилевщины. У труппе театра и пенсионеры, и школьники сами подбирают репертуар, сами робят костюмы. Даречи, все лето театру исполняется 30 годов. За летний час сменились актеры и репертуар. Неизменным заставалось и одно – театр «Надея» за усёдость поделится на лепшее – у собе и у глядышах. Тут надо, конечно, прилаживать больше усилий, потому что ты художник, ты оформитель, звукорежиссёр, костюмер. Ну, всё в комплексе, должен всё это понимать. А с другой стороны, здесь люди особенные. Если в театре, они уже профессиональные артисты, а здесь каждый несёт себя, частицу своей души. А на этом я с вами разведываюся. Дякую вам за увагу и до встречи в вечернем эфире.